Единственный в Казани камерный театр-акт вновь покорил международную публику. На фестиваль Каледа Плейс в Екатеринбург съехались около полутысячи артистов от Нью-Йорка до Томска. Этот форум проводит известный драматург Николай Каледа. Казанцы показали спектакль «Однажды мы все будем счастливы». Он был поставлен год назад и уже успел стать неоднократным победителем многих международных творческих состязаний. Подробнее о новостях культуры поговорим в нашей рубрике вместе с Маргаритой Петровой. Маргарита, здравствуйте. Что же на этой неделе радовало жителей столицы Татарстана? Здравствуйте, Светлана. Несмотря на прохладную погоду и дожди, неделя запомнилась масштабными концертами на улице. Эстафету сразу двух больших open-air'ов музыка «Вера» и «Кремлин Лайф» приняла филармония имени Тукая. В сквере на Павлюхино стартовала серия благотворительных концертов. Первым в поддержку Казанской школы-интерната для слабослышащих детей выступил филармонический джаз-оркестр. А сегодня, чтобы помочь реабилитационному центру «Апрель», играют уже народные инструменты. И завтра состоится концерт ансамбля фольклорной музыки Татарстана на благо Верхнеатарского детского дома-интерната. Вход на все концерты бесплатный, но по желанию публика может поучаствовать в сборе средств для этих детских учреждений. В парке и в скверы вскоре переберутся и литературные дворики. Сегодня прошла шестая серия проекта. К татарстанским артистам присоединился и Сергей Безруков. Причем юные поклонницы чуть не снесли сцену. Вальс из маскарады Хачатуряна как введение в атмосферу легкости. Именно таким был сегодня этот двор на Дубравной в Казани. В программе и современная поэзия от Веры Хамедулиной, и татарская классика от Решата Ахмадулина. Взрослое поколение литературу любит, воспитывали, а молодежи надо прививать, заявил главный гость вечера Сергей Безруков. Ты позабыла, я свободы для заблуждения не отдам. И так пожертвовал я годы твоей улыбке и глазам. Увидел, как много среди собравшихся юных лиц, поэтому решил прочитать Лермонтова, поделился артист. И отметил уникальное для молодого поэта умение чувствовать, понимать жизнь. К тому же осенью исполняется 200 лет со дня рождения классика. Приобщиться к культуре никогда много не бывает. Чаще будет намного лучше таких мероприятий. У меня возраст молодой, я не слышал исполнения, такого прям качественного исполнения. Мне очень понравилось. Сергей Безруков просто молодец. У него такие эмоции. Мы там все стояли, плакали, въезжали, кричали. Вообще прям зажег по полной. Супер талантливый человек. Изгиб гитары желтый, ты обнимаешь нежно. Струна сколка мыха, пронзи тугуюсь. Исполнил безруков у черного человека Есенина спелого Суцкого. Держал внимание зрителей почти час. Откликался и на просьбы. А для себя, признался, читает в основном сценарии. Что касается драматургии, то очень много современной литературы, которую тоже я рассматриваю для постановки в своем театре. Называть не буду, потому что в наше время очень хочется все это держать втайне. Еще один юбилей, но уже не поэта. Певицы отметят в Казани в понедельник. К столетию со дня рождения Муниры Булатовой на Новом Татарском кладбище в 11 утра будет открыт памятник этой легенде национального искусства. А в оперном вечере в ее честь дадут кармен. Спасибо, Маргарита. А мы продолжаем.